Ну, сколько мы? 23-27 коробок насчитали. Ну, небольшие такие. Хорошо. Ну, удобно раздавать, хорошо. В антреархию выпустила от Марка и там с толкованиями Блаженного Феофилакта, ну, и там других немножко святых. Ну, так, немножко, в некоторые места толкуется. Ну, ладно. Хорошо. Наконец-то у нас стали такие производить. Ну, конечно. Долбили, долбили, где-то что-то проломило. Да. А самое главное-то не просто, а Георгий Максимов тут предисловие написал. Предисловие от него. То есть обычно же, когда Евангелие раздаешь, больше всего нападают на нас это из миссионерских отделов, которые им не нравятся. А тут у них их самый главный лидер. Георгий Максимов. Господь услышал молитву-то. Он меня сколько раз пытался загрызти, но ничего никак не получается у него. Вот мы с ним связались, и он много предоставил. Кто бы где ни был, он обязательно будет комментировать, на кого нападает. Вот Головина, он там его хлистал, хлистал. Только стучилось там немножко с этим... С Ткачевым. Он сразу на него бросился. У него другой обязанности нету. Укусить того, кого бьют. А вы видели комментарии вам вот под роликом под Сергеем, Сергею Романову-то? Ну? Люди-то пришли, пишут, не нравится, как комментировать его. Ну, а что, с ними не советуемся. У нас другой взгляд на всю жизнь человеческую. А они сегодня там липнут, а никого нигде нету. И там казаки были, и Квачков с автоматом. А взяли, а куда, что сделаешь? Кому охота? Еще непонятно, это власть. Она тебя изжует и выплюнет. Да. Игнатий, то есть 6 января пост, да, весь день? Да. Считается до первой звезды. Ну, это не указатель, ничего нету. Так просто принято. А потом интересно, когда бывает такой сочельник или воздвижение креста на любой день, а уже звезда появилась, по-мусульмански, прям совсем, то может с растительным маслом. Аня, с чем объяснить-то? Христос воскресает. Какое? Горе или какое? Пост, вообще с чего? Понимаете, у нас все это бессмысленно. И вот, когда бывает обязательно постный день, а день падает на воскресенье, на воскресенье падает, на воскресенье поста нету никакого. На воскресенье, что нету поста, канон есть. А то, что вот это они придумывают, это все потом. А как совместить-то? Никак. Так, так а что? Ну, можешь попаститься там до обеда. А на самом деле, сказать, чтобы пост был нарушен, ты возьми и съешь где-нибудь хоть грамм пять, семечку одну со щелка, и уже пост нарушен. А сам дальше постись еще в рот не бери. То есть все можно найти как надо. Ну, то есть пост настоящий, это когда ничего вообще нет? Ничего нету, нету никак. Получается, мы и не постимся, как православные. Несколько дней в году у нас настоящий пост. Одна суббота перед Пасхой. Я удивился, когда Златоуз говорит, мы десятину даем, говорит, с поста. И посчитал, что суббота, воскресенье поста нету, а семь недель, семь и пять, тридцать пять. А триста шестьдесят пять дней. Дальше, говорит, одна суббота, одна только перед Пасхой, тридцать шесть. И с вечера до утра тридцать шесть с половиной. А дней триста шестьдесят пять. Запятую перенеси. Абсолютно точно. Это так удивительно показалось мне. Слышно, как у меня воркают голуби-то? Да, слышно. Вот. У меня тут песик заболел. Что-то у него неладное, с мошонкой. Прямо опустилось так. То ли это болезнь, то ли на холоде было. Он у меня в комнате сейчас. Вон я вижу вдалеке там. Да. Где он? Ну-ка. Сейчас я покажу его. Какого-то галли? А ну-ка встань сюда, встань. Покажись. Давай. Давай. Вот он где у меня. Ну-ка. По скорости вернее? Видно, нет? Да, это верный? Да, это верный. А ну-ка, верный голос. Голос. Голос, голос. Ой, ой. Голос, голос. А ну-ка, сидеть. Сейчас я... Подожди-ка я, подожди. Сейчас зарплю свет, чтобы было видно. Ну-ка, давай потренируемся. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Лежать. Стоять. Вот, видел, как команда... Вам видно было, нет? Да, все хорошо видно. А то я закрыл, может быть. Лена-то взялась с вас интервью-то брать. Я прослушал вашу от корки до корки. Я даже... Даже восемь... Я так подумал, я столько всего упустил. Но не скажешь и больше даже. Потому что будет... Десять часов будет, если все рассказать. Ну да. Вот она нашла себе работу. А сейчас она... Я ей там скинул все, перемолотил во всех томах, когда пятнадцатый, шестнадцатый том. И разделил на мужские и женские, и которые у нас еще можно интервью взять, пометил красным. Но она сейчас ими занимается. А на них прям характеристика она насчитывает. А на форуме там фотографии все их стоят. А на канале у них брали интервью. То есть у них очень хорошие ролики будут. На многих будет видео и фотографии. И насчитано. Это не просто так. Я говорил как-то священникам. И вы своим прихожанам скажите, чтобы... Написали они, как люди пришли к Богу. Как пришли в церковь. А ни один не написал. Ни один и нигде. А что он напишет-то? Через порог переступил свой. Вот так. А мне уже много людей пишут, несколько, говорят, что у них была твердая мысль, что такая прям как знание, что от Сергея парализованного благодать ко мне перешла. А я это сразу знал, когда только перешла. Но я никому не говорил, поскольку думал, ну, у меня мысль просто такая. Но мне люди прям пишут, что у них это, говорит, как знание прям вошло. Да, да. Удивительно. Когда Сергей-то умер, я же чья-то рулетку-то не знал, я помолился, Господи, дай мне талант Сергея, а он два ролика составил. И у меня, смотри, сколько уже встреч-то там, тысячи. Вы вообще там... Я смотрю, вы уже там вообще настолько свободно разговариваете, что... Ну да, я разные способы пробовал, как говорить. Просто мелькает, и стоять, и считал Евангелие, считал отдельно Псалтырь. Ну, вопросы. А сейчас много я изменил в этом. Я увидел, что... Какой лучший подход сделать. И у меня в запасе 450 роликов, которые у меня захватывает больше 400 мегабайт. В запасе, которые... В этом... Сейчас рулетки. И таких, которые из нескольких, коротких, слеплячь, чтобы было, ну, около 500 мегабайт примерно. 1250 роликов уже. Вот представь, сколько. Умножь даже если на два, и то получается уже... Куда далёко идёт. Встреч очень много. Да, которые были, и которые короче минуты, я тебе всё выбрасывал. Там ещё несколько тысяч. Ну, у них там молва идёт. Разговоры идут. Потому что, видишь как, им напасть не на что. Я на них нападаю. Почему они не считают свою книгу? Если бы они её считали, можно было бы о ней как-то говорить. А они никак. Один встретился мне. Ну, мне только 31 год. Ещё рано, и нельзя считать. И главное, вот надо на арабском. Я его не знаю. А другой, я умею считать. А перевести? А перевести не можете. Я говорю, тогда тебе разницы нет. Хоть по верблюжьи, хоть по баране. Хоть по барану, хоть по корану. Разницы никакой нет. Если ты не понимаешь, ты чуша странец. А самое главное, они говорят, нельзя перевод читать. Да. Но дело в том, что даже если ты будешь арабский язык изучать, то ты, чтобы его понять, всё равно будешь переводить на свой язык-то. Ну, понятно. Ну, так не можешь переводить, который переведёт человек с большими знаниями-то. Ну, то есть дурь, такая дурь. Вот их не зря зовут там чурками, да урюками. Совершенно ничего не соображают. Матеряться. Да разве я говорю, мусульманин может материться-то? Я говорю, вы одно только умеете, за голыми бабами бегать. Больше у вас таланта другого нету. Завтра есть такой священник, Иоанн Васильев. Он востоковед, он знает арабский язык. И он на арабском там все вот эти хадисы, Коран, ну и против мусульманскую апологетику такую ведёт. И вот мы завтра на него выходим, интервью у него хотим взять. Как раз вот Николай приехал, вопросы ему задать. Он там разбирает там вот в это всё туда, вот в эти глубины сатанинские залез полностью. И по всем хадисам там, по пророкам и прочее. И мы ему хотим несколько вопросов задать. И я многие вопросы взял из сайта, который задавали вам студенты. Ему я эти же вопросы задам. Ну да, эти вопросы с сайта, да. Ну а так-то, в общем, с ними разговаривать не надо. Раз они не считали, я ещё буду говорить. Я показываю сур, аят любой. А он не считал, не знает, и перевод неправильный. Разговаривать не с кем. И поэтому я сразу вступил назад. Только пропадать чисто Евангелие. Он не принимает, это его дело. А другой заинтересовался. А вот там сказано, что у вас пророк придёт. Я говорю, сказано, что придут лжепророки. А дальше? Ну а дальше просто Галатам 1, 8, 9. Даже мы, апостолы или ангелы с неба, не то будет благовествия, да будет Анапима. Анапима, херем ваш, на шею вам. И 4, 12 деяния апостолов. Нет другого имени под небом. Поэтому говорить на что-то, как-то, это подвергать себя, во-первых, тратей времени, а потом огромной опасности. Там, потому что сатана царствует, и врут, и на каждом шагу лжёт, что Библию переписывали, изменили, и всё не так. Ни одного слова не может правильно сказать, потому что ложь остаётся ложью, тотальной ложью. И всё это ложится на монахов. Просидели, прокуковали. Сегодня взять почти 2 миллиарда. Вот они где дошли до Казани, там. А там где-то не дошли до кого, где-то какие-то там районы. Там люди верят. Возьми Абхазию, там совсем близко-то. Они как-то перешагнули или как, или не достигли. Православные люди. А они чем прельщали людей, которые знают? Знаете, они говорят, только одна жена, может быть. А у них там многоженство было. Никак нельзя. И конину есть нельзя. Ух, всё-то да. Ну и всё, больше проповеди никакой нет. Мы разрешаем. Четыре жены, и конину можно есть. Я говорю, на каком основании верблюда идите, когда у него копыта не раздвоённых, а жвачка есть? Они не знают ничего. Совершенно не знают свою книгу. И поэтому разговаривают не о чем. Прямо о Христе. Да или нет? Что да, говорят, да. Нет, значит нет. А остальное от лукавого. И поэтому вот то, что вы будете задавать вопросы, я даже не стал бы одобрять это. Не надо. Это ничего не даст, кроме траты времени. Его предупредите. Потому нельзя. Они обозлённые ужасно. Он ужасно. Я же тебе рассказываю, как мне там 17-летний-то. Я говорю, Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Акбар велик. Он опять Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар вот так. Он вот так на меня. Отрежу голову. А его кто-то за руку схватил. Там, Ахмад, что ты делаешь, Аксакал это? Вот понятно. И с них и спрашивать нечего. Где не возьми. Я говорю, Беслан, кто захватывал? Вот они начинают где-то. А возьми Норд-Ост, Абудённовск. А в метро. А в Париже. А в Испании, в Англии. Вы, понимаете, вы бога-то не знаете. А убийство дьявола. Человека она не может быть. А у вас стариков сдают в дом инвалидов. А я матери ноги вымы и воду выпью. Ну, тут, конечно, вы правы. А у нас вот абортов нету, а у вас вы правы. Понимаете? У вас вот христиане, они... Да они не христиане. Христиан у нас таких нету, которых вы видите. Вы христиана не встречали. Эти люди, которые, говорят, как? Ну, переписали, что... Как ты? Да я христианин. Почему там? Да неизвестно почему. Он никто. А принимают у нас они ислам. Принимают, которые бога не знают. А которые знают, я говорю, небо на землю менять никогда не будет. Он ничего не знал. Он не рождён и свыше. И, конечно, и быть безборщиком, или быть с теми, которые друг за друга заступаются. Как вот Рамиль Шамсудинов. Восьмерых положил и двоих ранил. И за него там Рамзан Кадыров одного адвоката дал. Сейчас четыре адвоката уже работают. Меня-то спрашивают как. Я что сказал, если он только двоих жалеет. Я сказал бы, он... Он говорит, выхода у меня никакого не было. Они сказали, тех изнасиловали. Меня будут опускать сегодня ночью. И он при сдаче караула сдал им всем. И контрольные выстрелы сделал. Вот тебе пацанёнок. Если по старым-то временам, да где-то какой-то армии, нормально-то. Его бы одобрили ещё. Ещё и премию дали. Возьми как этот. Он считаем. Увидел, что народ молится. А он в это время княжескую дочь привёл и в шатёр. Он не разговаривал, встал и копьём обоих пронзил одним ударом. Значит, они не по росту лежали. И Господь сказал, вовеки тебе это не забудется, благословенный ты. Вот и всё. Меня спрашивают, молодёжь как-то тут подошла. И говорят, бывает вот такая тяга друг к другу. Мы уже ложники. Я говорю, ну я не хочу, это вот охота избавиться. Очень просто избавиться. Купить билет, открыть визу. Поехать в Саудовскую Аравию. И там сказать о своей болезни. Всё. Большинок на голову с 25 этажа вниз головой. Билет в один конец. Ну нет, насчёт этого они умеют распоряжаться. Если бы не Евангелие, тогда вообще бы рассказчить никакую тему не надо. Она уже решёна у них. Решёную? Вот мне знает, выступает Жириновский Владимир Вольфович, как продавать алкоголь от школы на сколько метров? На сколько? 120 или 125? И где в магазине водочные бутылки? Там водки всё стояло на центре или в конце этого магазинного полигона? Где лучше? Ну у них этого не решили никак. Шайтане кровь. Он выпил, его сразу же казнят. Сразу. И весь конец. Я просчитал когда про это. Я вижу, это самое такое, не то что там оригинальное, а кардинальное решение этого вопроса. А советский пишет, я в советское время ещё ничего этого не знал. И говорит там, сыновья шейхов, молодые там, лет 17-20, и в посольстве в русском. И, говорит, он с дрожью в руках, говорит, водку выпивал. Оставался ночевать или как? Знает, что ему только смерть. И он не всё равно выпивал. Ведь знает, что захватили, блудея, её сразу убьют. Никто не будет там чертить пальцем по земле. Показывает он ей под материю. Гранату сунул, отбежал её, рванул, а где тряпки летят. Всё. Доказано, доказано. А другой по голову зарытый, я смотрел ролики. И камнями каждый бьёт. Мимо не промажешь, голова. Камнями побивают. Это в Судане там где. Так что нас спасает от их хорошего, наше Христово. Я вот их спрашиваю, я говорю, вот ваш основатель вашей религии. Сколько? Воевал, меч держал в руках или нет? Да. А Христос, говорит, меч вложил, руки не брал. А воевал он? Воевал. А сколько раз? Два сражения было. Говорит, не два, а 72. И только два были оборонительных. А остальное грабили караваны. И сразу делили поровну добычу. А пленные все. Пленным только один вопрос. Принимаешь или не принимаешь эту веру новую? Тут же на глазах сразу режут. И все кончилось. И поэтому вера быстро распространялась. Но куда это все? Не смотри на множество. Я им это все рассказываю. Я историю эту знаю. Пришло время заняться этим. Но пришел к выводу, ничего им не надо, кроме Евангелия. Идите и пропадайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, он не будет к небу идти, осужден будет. И все. Ну вот, священник этот, Иван Васильев, они вот разбирают непосредственно их материалы. И показывают их там, то, что мусульмане сами, они же сами не знают даже собственную религию многие. И они показывают там, что какие-то достоверные хадисы, то, что они говорят, не соответствуют тому, что их учат. Вообще, хоть, ну, такие люди должны быть, которые этим занимаются, или не должны? Вот от православных, от церкви, такие, которые именно будут разбираться в их учении полностью. Нет, это все бесполезно. Бесполезно на 100%. Абсолютно бесполезно. Дело в том, что доказывать вредность каждого идола, а их было 500 божеств в Римском пантеоне, только однажды, кратко на ходу, пояснила Екатерина, великомученица. Она говорит, вы поклоняетесь Кроносу. А он детей сожрал. Что вы пропагандируете? Так, вот Аполлон гнался за Апродита, и она превратилась в пену морскую и прочность. Что вы видите здесь? Она сказала, дальше никак нету. Ну, показать. А это доказать, хадисы, да зачем это нужно? Он не верит, он неправильно. А ты где-то не так скажешь, они тебя живо приберут к рукам. Не надо, это смертельно опасно. Потому что там легионы. Легионы нечистой силы, которые в злобе держат людей. А он так, я мусульманин. Я говорю, начинаю только говорить, он сразу матом, не говорить. Я только покажу вот так, вот у меня прям тут же на старе лежит, я говорю, Иисус учит вот так, он матом и как начнет, и сразу грозится. Я перекричусь только, хохочет, я перекричусь, они сразу вот тут сжимаются. Они одержимые. Как можно бояться крестного знамения? И говорить, что-то где-то, хадис, он, перевод, который самый лучший у меня, он, Кулиева, Крачковского. Это вообще общепризнанные мировые переводчики, эти арабисты. И они ничего не принимают, нельзя считать, нельзя. Вам, Аллаха, надо просить прощения, чтобы в руки брали эту книгу. Ну, и не надо книгу. Я ему говорю об Евангелии. А ты сам смотри, вписываешься ты в или нет. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Деяние 4.12. Вы попадаете в это? Все. Вы сами решайте. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Весь сказ. Входишь в это или нет? Евангелие выносит вам приговор. И поэтому выхода никакого вам нету. Ниоткуда. Только принять Христа. Я проповедник и послан, идите по всему миру. Не опровергайте заблуждения. Нигде этого нету. Ни в одном послании. Я могу воспользоваться какой-то фразой, которую повернуть к христианству. Неведомому Богу. Павел, Зал, только два слова. Неведомому. А вы Христа не знаете, он для вас неведомый. Я его и проповедую. Все. Одной фразой. Двумя словами. Вот это можно сделать. Вот я беру 5-е суры, 68-й аят. Но предварительно 47-й аят. Что? Мы называемся люди Писания. Ваш основатель религии умер в 632-м году. Так? Они ни один не могут назвать, когда дату. В 632-м. Это значит, речь идет о половине седьмого. А тогда не было никакого другого Писания, кроме одной Библии. Значит, мы люди Писания, то есть Библии. Я по ней и говорю. Это у вас написано. Я говорю, ваша книга меня одобряет. А в 68-м прямо написано. Ну, я считаю, что Всевышний, по порядку, медленно, Всевышний дал нам инжил. Нам, они говорят, христианам дал инжил. Что такое? В скобках Евангелие. Чтобы мы по нему и жили. Я отвечаю, я по нему и живу. Дальше добавляю. Ваша книга одобряет меня. Теперь, а вы ее не знаете? А вы не знаете ее? Евангелие не считаете, Библию не считаете. Начинает. А вот она там. Времени нет. Я говорю, чтобы просчитать медленно, вот так Всевышний дал нам откровение. 16,5 часов надо. У меня до буквы высчитано все. 16,5 часов. Чтобы Библию просчитать от корки до корки, ровно 90 часов требуется. Насчитать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. У нас оригинал есть. Еврейские книги. И поэтому мы и смиряемся. Я смирялся на разных языках. Другой раз немцам даже просчитаю. Русские уехали туда. Я говорю, ну а знаете язык, знаете. Я говорю, тогда переводи. Зо гад гот де вель гелебт. Тас эрсайны ангиборнен зон габ. А в тассале, ди ан инглаубан, них перлорен бэрден, зондерн, дас эби гелебен габен. Я один только перевел. Перевел, так, ну, понятно. И поэтому нужно разговаривать. По-английски там. Лучший перевод, Джеймс. Я на разные переводы тоже смотрел. И поэтому с ними можно разговаривать. А с этими, которые не признают ничего, они не избраны. И у нас задачи нет той, чтобы Бог вписал их в избранное. Нет такой молитвы. Тогда меня изгладить из книги жизни. Кого изгладить, без тебя изгладить. Господь ответил ему. Ответил Моисею. И поэтому они не вписаны в книгу жизни. Приготовлены для вечного мучения. Я ему сказал, больше мне ничего не надо возвесить. И проповедуйте. Евангелие всей твари. Не обращайте. Проповедуйте. Когда, говорит, посетили больного, не вылечили больного, а посетили. Не надо дальше захватывать. Это уже не моя миссия. Это Бог делает. А Бог как делает? Это неопровержимое навсегда. Так что в любом вопросе надо досчитывать до конца. Сейчас вот все чаще выходят люди, поврежденные Германом Стерлинговым. И смотришь, кто с ним так или иначе сталкивался, имеет очень большие повреждения. Они сомневаются в писании. Масарецкий текст они отвергают. И читают писание. И говорят, вот я сомневаюсь, а так ли оно действительно. И там такие повреждения. Я вот ужаснулся. И полностью повер, то, что вы говорили, что он разрушитель. Действительно так. Он прям в чистом виде разрушитель. Он не знает, не причащается, ничего нет. Он в самый момент, когда люди на себя руки накладывали, кормить семью нечем. Он этого тебя грабил своей элисой. Они тазиками считали деньги. Каждую ночь он прятался в новом месте. Вовремя ускользнул. И вот теперь он учит, как жить. У него неудержан, он бесноватый. Он разговаривает, хватает стакан, бьет его, показано там, кто-то что-то не так сказал. У него доводов нет. И везде ложь. Тотальная ложь. Поэтому ему с большой буквы название разрушитель. Нигде нету епископа. Все впали в верность. Один есть. Но где сказать не могу. Они, главное, говорят, что в 15 веке писание у нас подменили в 15 веке. Ну да. Как можно так говорить, когда есть толкование 2, 3, 4 века, которое ссылается на это писание? По толкованию можно определить. Ну и у меня принялись, если он бессовестный и неверующий, он нигде не причащается, ничего этого нет. Нет, чтобы он за Библией сидел, как у нас занятия. У него нигде ничего этого нет. Поэтому он выступает где-то там, надо электричество все отключить. А сам приехал, смотрит на своем телефоне. Все там машины, всю технику, все надо разбить, а дочери учатся в МГУ. Ну это брехун. По мусульманам у меня два вопроса. Первый вопрос такой. Знаете ли вы какие-то массовые случаи, когда они переходили в православие? И что их вообще удерживает, чтобы не перейти? А что массовые? Ну массово, чтобы переходили. Например, там не один перешел, а человек 10, 15, 100 там. Уверовали в креста и все. Мы приемли православие, например. Такое есть? Ну понимаете, раньше у Петра обратилось 3000. Было 2000, потом было 3000. Но так это в одном месте, больше нигде не было. А сегодня-то здесь 15, там 20, тут один. По всему миру-то сколько православные-то? И поэтому, что мы можем сказать? Не знаем. Потому что проповедь идет не в одном месте. Я вот получаю чуть не каждый день. А вот мы на ваши ресурсы наткнулись. Я теперь там бросил, оставил. И еще только нет. Как знать? Мое дело быть верным Богу. А остальное дело Божие. Почему Феофан Затворник показывает как бы три свойства благодати. Призывающие. От меня зависит. Знать Писание. Говорить проповедь. Разъяснять Писание. Вторая обращающая. От меня совершенно не зависит. Бог на сердце положит. Человек ухватится. И третья освящающая. Так вот у православных первые две мертвые. Почти. А освящающая, то есть совершение таинств, есть. А у сектантов наоборот. То и другое есть. С ложью, с обманом, но не проповедуют. А освящающей нигде нету во всем мире. Нигде. Столетия. Потому что нет рукоположения. Нет таинства. Есть такая, как бы брошюра, что ли. Вот там, митрополия, архиепископ тогда он был. И он из грабского рода. Он говорит, называется, православие в протестантизме. И протестантизм в православии. Ну, я по-другому никогда не поступал. Я ничего для себя не нашел там нового. Можете зарядить это и найти. Его откроют. Хорошие, правильное все, но этим не пользуются. Я много знался с разными сектантами. У нас есть из баптистов, из адвентистов, из пятидесятников были. Которые пришли с Менонитов. Даже вот он один. Смотри, сколько он делает, отец Геннадий. Это все в моем доме. Ну, я сколько? Откуда я знаю сколько? Когда я вел занятия одновременно в пяти университетах. В тринадцати школах. Еженедельно три радиопрограммы. Одна онлайн-часовая. Сколько людей. Потом только встречаются. Люди говорят, а тогда вы говорили, я тогда и пришел. Тогда-то я примирился. Вот тогда-то то. Один раз идем занятий в университете. И мужчина один. Выше меня ростом такой. Складный. Идет и прямо радостный такой. И говорит, вот теперь я по-настоящему поверил. А я-то, конечно, внутри, я думаю, вот Господь же касается сердца. Он говорит, я до сегодняшнего дам себя верующим считался. Я поверил, что я не верующий. Вот я думаю. Почему Еремии было сказано, разрушай. Искореняй там все. А потом насаждай. Это вот это надо сначала старое разрушить. Ну, вопрос именно по мусульманам. То есть мусульмане. Вот, например, Даниил Сисоев, он перегибал, я так понимаю. Абсолютно. Кто-то хотя бы обратился в результате его работы? Ну, обратились которые, которые там в Москве работают, узбеки, туркмены работают. Их и мусульманам это никто не считает. Никак. У него совершенно ложное понятие было о старобрядцах. Он там спорил где-то. Но он умер как священник. Для меня он священно-мученик. Я признаю его. Вот. Ну, а что, как он выступал, и там, вот ваша, там, Аллах, это червяк, там, пчель написана где-то и прочее. Это ничего не дало. Кроме того, что они поставили его на кон. Мне иногда кто-то грозит, ну, кто-то там в самодурство-то, а он ничего не может доказать. Я ничего не опровергаю. Зачем? Если бы во Христа не убирали, остальной разницы нет. И то, что вы дружно, это здорово. Что пять раз совершаете намаз, замечательно. А я говорю, а мы семикратно в день, да еще утренний вечерний, считай, девять раз. Ну, это только мы. Свинину и дети. Я говорю, а вообще мясо не ем мы. А мы кого мы-то? Я один. Ну, а следующий вопрос такой. А вообще стоит время-то тратить на это? Если у нас крещеных много, а православных мало. Сейчас мусульманство, какой ваш прогноз? Ну, закладит сейчас мир, например? Может быть, нам стоит сосредоточиться на том, чтобы крещеных сделать православными? То есть, среди них работу вести? Ну, и попадается, видите, когда взять ту же АТ рулетку. Вот, в ней встречаются и русские, и там другие национальности. Даже знающие русский язык. Я натолкнулся на поляков. В Индонезии. Там Нидерланды. Выходили русские. Русские люди. Я христианин. Я с ними разговариваю. А подряд там 95% это мусульмане. Примерно так. Потому что, я говорю, сатана весь блуд, все нечестье в один угол согнал. Слышишь, как поет? Сейчас вроде поменьше мусульман-то стало. Слышно? Да. Это он, голубки, песню поет. А вы не заметили, что поменьше, как будто в чат рулетке мусульман стало сейчас? Не знаю. Может быть, да, много появилось детей, молодежи. И вот утром я когда спеваю, как-то лучше. А к вечеру вообще разболтанное. Прям подряд идут. Даже секунды одной нету. Раз промелькнет, я сижу и даже остановиться нет. Бывает, кто-то, а я сатанист. А тот, я атеист. То есть, самое гадкое, все сюда дьявол согнал. И в то же время мы должны быть Богу благодарны за этого Андрея Тарновского, который сейчас рулетку изобрел. Каба не он, у нас бы здесь встреч не было. А какие встречи-то были? Это же ни один, ни два. Вот даже этот со священником, вы видите, какая встреча была? Как он рад. Баптист мне встретился один, который знает нас. Он уж там удивлялся, удивлялся. Мы несем благую весть. И заранее сказать, кто примет, не примет, нам не дано знать. Игнат Тихонович, вот это вы узнаете? Прекрасно. Сотни, на меньше никогда не соглашайся. Нет, а вот тогда вы узнаете ее? Ну вот, конечно. Все, похоже, да? Это, наверное, из-за... Это же ваше. Это ваше. Да ты что? Вы мне подарили. Вы мне подарили это с балериной вашей. Да. Вон как. Ну ладно. Благословен Господь. Чтобы она у тебя не лежала зряшно. Да, не лежи. Ночью возьми там сто поклонных молитв, кратко помяни, сто поклонов. Это у тебя уже как обязанность будет, и ты будешь чувствовать ответственность. Ложись раньше. Потому что я не успеваю. Да, ложись раньше, ответ простой. Не крутись. И поставь за правило себе. Я знаю, мотор у меня уже не тянет на то, что я раньше мог. Я ложись раньше. А в другой раз я встаю уже там пол первого или пол второго. Я повожусь здесь часа полтора. Бывает два. Там еще час я не раздеваюсь. Так уже одетый раз и прикорнул. Ну в это время я печку заряжу. Печку я топлю в избе. Володя уголь подносит, там дрова курит. А я уже заранее заряжу. И только он сигнал. 4,40 мне Татьяна Капустина звонит. Я уже сразу затопляю. У нас тут все распределенно с ним. Господь это так дает. Никогда бы я и не думал, сегодня один зашел. И такой вид у него прямо. Я говорю, сколько лет? 31. Я говорю, мне 81. Небольшая разница в полвека. И он прямо напрашивается. Я говорю, чем больше он напрашивается, тем больше я уверяюсь, что никак ему не надо здесь быть. Я болею. Я начинаю добиваться у него там. У него никакой веры нету. Брит и курит. А причащался? Ну, два года. Два года назад. Ты два года назад и заболел. Недостойно причащается. Многие больные, немало умирают. И вот вроде я откровение какое-то сделал. Да это написано. Написано так. Поэтому, как бы писания-то не было, вот я сейчас представляю, сегодня Володя говорил, у тебя был бы неверующий. С чем бы занимался? Ну, тем, чем все занимаются. На лавочке сидел бы, там обсуждал где-то. Ну, чем заниматься, когда зима, на улицу не выйдешь? Смотреть чужие фильмы, там, глядеть, глаза сжечь. Так ты не понимаешь, что к чему обратить. Правильно, неправильно. Ты не можешь дать комментарий, не знаешь, о ком молиться. А тут постоянно встречи, разговоры. Какие мы счастливые. Все у нас есть. Разный рацион. И мы уже ждем воскресенье. Ждем рождение. Благодать это сколько Бог дает. Игнат Тихонович, у вас какой сейчас распорядок? Когда у вас будет служба? Нет, сегодня никакое нет богослужения. Завтра утром в 8 утра. Как всегда, как в воскресенье. Богослужения батюшка там совершает. Потом он приедет, видимо, на следующий день. Вот. Дети концерт ставят. Я там, как они готовились, я снимал 5 воскресенья. 5 роликов будет. Ну, не ставили, потому что зачем раскрывать? Когда концерт пройдет, я тогда по порядку все и буду выставлять. Уже дал сигнал. Не будучи неверующим, даже сказать страшно. Все не так. А верующий даже где-то с кем-то не согласен. Ты понимаешь, тебе Бог дал стоять на правой стороне. На правой. Ты на берегу спокойствия. А их там бес, мучие, демоны не против. Что-то слагают там. Против меня сколько. Сломали, говорит, себе биографию и шею. А мне нужды никакой нету. Просить прощения. У кого? Христос у парисеев просил прощения? Апостол Павел просил прощения у римского, там, егемона или у кого-то. Чего ради-то? Если я виновен, брат имеет. А эти, во-первых, не братья ко мне, которые есть, а не ненавистное Слово Божие. Чего же я у них буду просить-то? Я должен тогда прямо отречься от Христа. Это одно и то же. Игнатий Тихонович, значит, завтра, завтра вот у нас стол. Мы, я пригласил, приглашаем родителей моей жены. Там дедушка придет. И вот теща моя будет, то есть Софья Евгеньевна. Она говорила, хочет вопросы задать. Можно будет завтра на вас выйти? Можно будет завтра на нас выйти и задать вопросы с тещей. Все, хорошо. Вот я, когда звонят, мне говорят, всегда называйте кто. Говорит, голос-то изменяется. Ну, трудно тебе сказать. Ты чего ты меня не узнаешь? Так, я тебе не нужен. До свидания. Я разговаривать больше не буду. Я сказал, называйся. Назовись, кто ты. Мне нельзя отвечать, иначе меня долбят тогда за ночь только 70 с лишним звонков. И если я ответил один раз, не разобрался. Полгода меня теперь долбят. Я только в черный список занес больше 16 тысяч человек. Ты представляешь, что это такое? И там ролики составляют. Примерно 260 роликов против меня показывают где. Из других стран даже. Мне-то это никак не касается. Сон хороший, аппетит нормальный. Я благодарю Бога. Бодрость Бог дает. Вот будем мы беседовать. Я рад и ответить на любой вопрос. На любой при том. По пяти параметрам. Как сладостно осознавать, что на нас пало избрание. Много званых, но мало избранных. Как они лютуют тогда, когда говоришь. Которые недруги. Что вы о себе? Я не могу любить ближнего, как самого себя, если себя не люблю. Как? А оригинал? Как? Оригинал-то, как я себя люблю. А другого, как теперь ориентир держать? И не меньше. Не делайте ближнего, чего себе не желаете. Ну и так дальше. Кажется, начинают молиться. Наверное, заходить надо. Заходим. Болит. Давайте. Давайте. С Богом благодарю. Все.